я все лето ждала солнечного денечка чтобы снять это видео на красивом зеленом фоне с чирикающими птичками но лето закончилось но в принципе у нас не было лета привет всем меня зовут юлия я из казахстана сейчас я живу в финляндии 10 лет назад мне захотелось уехать из казахстана и так получилось что магистерская программа была как бы единственной опцией у меня был год чтобы подготовить мои документы год я усердно учила английский было тяжко я работала до вечера потом занималась английским репетиторов было найти трудно кто бы соглашался работать по ночам со мной но были у меня репетиторы и сама я много занималась и чтобы как-то украсить свое cv и мотивационное письмо я написала две статьи статьи были связаны с моделированием и со статистическим анализом данных что-то в этом роде а поступала я на международную программу по компьютер-сайенс счастье случилось меня выбрали и я начала учиться финском университете учиться было тяжело в основном из-за английского приходилось много по ночам учиться переводить учить английский дополнительно потом как-то захотелось двигаться захотелось зарплаты захотелось оплачиваемых проектов и через несколько месяцев после того как началась учеба объявили три позиции color group на color science research и я подала документы на этот проект и меня взяли проект был связан с спектральный анализ в общем сейчас попытаюсь объяснить задача была придумать классификатор который классифицирует березы елки и сосны то есть у нас есть спектральное изображение и мы должны компьютер должен сказать что это елка сосна или береза в лаборатории работать было интересно было дорогое оборудование я знаю что оно было дорогим и было интересно интересен был сам процесс захвата спектральных изображений сама установка оборудования надо было мне установить камеру здесь и к сожалению я по-русски сейчас коряво говорю терминологию не знаю то есть была доска белая стандартный белый цвет источник цвета лампочка и такой был штырь и вот он под углами под разными углами надо было захватить изображение потом надо было данные обработать удалить бэкграунд и проанализе вот вот эта лампочка это была симуляция солнышко то есть мы в лабораторных условиях делали как сказать симулировали солнце и искали какие есть проблемы как тень отрасывается под какими углами потом как лучше извлечь данные без теней я пробовала разные методы машины методы и изучала различные комбинации углов в общем надо было найти углы полезные для классификации и вообще в принципе весь процесс разработать это был мой первый оплачиваемый проект зарплата была хорошая мне нравилось я могла путешествовать на первую зарплату я полетела в париж было счастье также во время учебы я старалась принимать подавать на различные summer school для опыта мне было непонятно как это так можно было подать любой университет и тебе могли дать стипендию чтобы туда поехать и все оплатить еще суточные бы дали то есть мне было это непонятно я училась в нескольких разных странах во время каникулах каникул например в милане у меня был двухнедельный проект где мы с группой других участников других студентов у нас были точки как 3d множество точек и надо было найти поверхности которые наибольшие простите меня в общем проблем точки эти это были точки от машины и надо было найти поверхности которые бы содержали все точки как это называется она не буду выделываться по-английски говорить простите меня и проблема была в том что минимизировать ошибку на стыке вот мы намучились но успешного защитились защитили свой проект получили комплименты получили кредиты были другие интересные школы тоже я подавала выигрывала стипендию получала грант на поездку и так я наслаждалась учебой и работой потом а я еще зависела всегда от визы то есть мне надо было постоянно быть после учебной визы пришла рабочая виза то есть и я работала research scientist тоже были несколько интересных проектов международные проекты самый большой проект было проект были исследователи и сечер с 9 разных стран было интересно тоже было много путешествий что-то как-то я без плана рассказываю мне кажется я прыгаю с места на место так защитилась стала работать перед про канал михаила и славы помню тот день первый как я нашла этот канал и удивилась еще так от ютюба я была далека и помню это был 2011 2012 год я помню то видео я помню девушка получила green card я научилась в школе михаила портнова помню софию помню девушку в коридоре вот так вот я нашла первый раз видео в принципе почему я искал разные видео я готовилась к интервью так как виза заканчивалась и надо было студенческая виза заканчивалась и надо было искать работу я искала работу тестерс софтвей инженер разные позиции какие только я могла найти везде по европе проблема в том что я была гражданкой казахстана и прям автоматически часто мне присылали простите вы не в ию такое тоже было часто но в общем на канале михаила портнова я изучала как готовиться к интервью и я просмотрела все видео про тестирование на английском все у меня прям был план я сегодня смотрю четыре часа вот таких видео там каких-то таких на четыре часа не видео занятий допустим вот так вот я нашла канал михаила портнова так что еще рассказать это же про успех ну да я закончила университет финский получила диплом а защитила свой мастер вот она я им горжусь у меня были lighter data у меня были наверное не надо говорить в общем данные по финским лесам и мне надо было смоделировать автоматическая forest and delineation based on image segmentation простите меня в общем надо было мне придумать автоматическую автоматизировать процесс сегментации изображений лесов вот я горжусь что еще сказать хотела а благодарственное и любовное письмо для светланы и михаила я уже пишу больше четырех лет пишу в своей голове переживаю даже тратится какая-то энергия эмоции и так я вот своей голове эмоции самая интересная я самая интересная я не умею обрабатывать видео ну что такое и дедлайн сегодня же последний день но с Калифорнией у нас 10 часов разница в общем после магистратуры я проработала ресерч сайтистом 4 года были проекты 2-3 месяца это был кошмар ходить в полицию здесь надо было ходить в полицию оставлять отпечатки пальцев постоянно подавать на визу постоянно доказывать что у тебя достаточно денег и в общем я понимала что пора подавать на гражданство гражданство здесь дают через 5 или через 4 лет через 5 лет или 4 года там зависит от ситуации и виза студенческая и виза рабочая там время по-разному считается в общем после того как я получила мастера нашла работу следующая цель было гражданство получить гражданство а для гражданства надо было сдать финский язык трудный язык трудный язык в общем следующий такой следующая следующий этап было это изучение финского языка финский язык потом я сдала в общем 14 минут какой кошмар я послушаю это же история успеха в общем должна быть большая проблема и когда у тебя есть большая проблема проблема говорит нехорошо челлендж когда должен быть такой челлендж тогда живется как-то не проще не лучше а депрессишь как-то меньше и идешь к своей цели и как-то какие-то другие проблемы как-то кажутся ну ладно но потом когда также другая проблема возникает когда решается проблема тогда понимаешь что как-то тяжело без новой проблемы без нового челленджа и сейчас моя новая проблема это распрощаться с моим как у меня опыт в академии здесь считается и сейчас мне очень трудно перейти на позицию я не знаю как сказать вне университета сейчас я у меня у меня сейчас интервью технические задания пытаюсь я получить так как я много лет была research scientist и computational scientist я пытаюсь получить работу связанную с data scientist интервью начались начались технические задания бессонные ночи вот я после бессонной ночи и после интервью так получилось правда что ой сейчас лотературила так получилось что ну правда очень хотелось написать хороший план для этого видео хотелось красивого фона я живу в очень красивом городе маленький городок здесь все условия для здорового образа жизни хорошо для ментального здоровья ну я бы поспорила вообще-то ну ладно пробег я бы никогда не подумала что я начну бегать марафоны просто что опять прыгну с места на место в общем помимо основной работы еще о про успех да помимо основной работы еще должно быть какое-то увлечение желательно как так вести активный образ жизни и как-то я был тяжелый период я помню сдача финского трудно было как подготовиться потом я очень переживала то есть я ждала 7 месяцев результата и я почему-то всегда переживала и думала ой зачем я такая такая была честной у меня 27 строчек в путешествиях это много а еще путешествия я как сгруппировала я так много путешествовала может быть это сильно много может быть они начнут копаться докапываться что-то там сама себе придумывала в общем и мне помогал бег и когда я была в сильном стрессе я бегала далеко и так получилось что я добегалась ладно медальки не буду показывать в общем что ну бред я не знаю как сократить 18 минут я послушаю уже уже темнеет я разговариваю с ума с собой я никогда видео не снимала редактировать как не знаю телефон отключается бред несу в общем ставьте задачи задачи ставьте задачу задачу подразделяйте на подзадачу легко сказать не нервничайте и занимайтесь помимо чем-то увидите здоровый образ жизни я бы была бы счастливее если бы я знала это когда ну больше 15 лет назад что еще сказать спасибо огромное Михаилу и Светлане я уже говорила что они мои виртуальные ангелочки частенько я перед интервью смотрю Михаила видео ну да в моем случае тяжко спрашивают вот у тебя 150 лет работы в университете почему ты захотела к нам почему ты хочешь в индустриал орд но последнее интервью посмотрим в общем в общем спасибо я может быть послушаю свое видео и не отправлю Михаилу потому что я вредно говорила без структуры без плана после бессонных ночей после интервью долгих и бешеных в общем Михаил и Светлана спасибо вам спасибо спасибо